Добрый день участники нашего веб-семинара. Спасибо, что сегодня с нами. Прошлите представиться. Меня зовут Афанасьев Юрий Валентинович. Я являюсь заведующим детским психиатрическим отделением Вологодского психодиспансера номер один в городе Черповца. Тему, которую мы сегодня с вами будем обсуждать или даже будете слушать рассказ и задавать свои вопросы, по моему мнению, на данный момент стремительно набирает обороты. Могу это сказать не только как обыватель, как пользователь техническими средствами, интернетом и другими новшествами цивилизации, но и как и практикующий врач-психиатр. Тема носит общее название нехимические виды зависимости. Тема новая, малоизученная, но еще раз повторюсь, стремительно набирающие обороты. Все, что вы сегодня увидите, на самом деле не является взятыми материалами откуда-то со стороны. Вся презентация построена полностью на практике нашего отделения. То есть все картинки, все ссылки, все страницы, которые вы сегодня увидите, они реальны. Это реальные страницы моих пациентов, некоторые из которых находятся даже сейчас, в данный момент у меня на отделении. С этой темой мы неоднократно уже выступали и черповчане более-менее знакомы с деятельностью в этом направлении в нашем городе, поэтому все-таки я рад, что вот такая возможность дает рассказать о нашем опыте на более широкую аудиторию, надеюсь, не только области, но и каких-то там российских регионов. Тема, официально еще раз говорю, носит название нехимические виды зависимости. Вот определение, которое мы с вами видим, что нехимическими называются нарушения, где объектом зависимости становится поведенческий паттерн или акт, а не психоактивное вещество. Сразу же говорю, этот термин, он больше имеет отношение к медицине, потому что официального названия еще этой проблемы не сформулировано. Я слышал такие названия, как и социальные болезни личности, этот термин любят употреблять психологи, люди, которые больше работают по технической части, называют это технозависимость или информационные зависимости. Но все-таки, так как я врач, я все-таки буду делать больше акцент именно на медицинскую составляющую данной проблемы. Проблема действительно молодая, актуальная, и об этом говорит даже то, что появилась новая наука, которая занимается конкретно зависимым поведением. Называется она диктология, делится она на три большие части. Это на химические зависимости, это наша знаменитая тройка, алкоголь, наркотики и табак. Нехимический, о чем мы сегодня с вами будем говорить, куда входит большое число новых техногенных зависимостей. И промежуточные виды зависимости, это зависимости от еды. Так как еда может быть как химическим агентом, так и нехимическим агентом тоже. Виды зависимости. Здесь я вам привожу упрощенную классификацию, чтобы вы представляли, о чем сегодня будет строиться разговор. Официально классификация на данный момент медицинская не существует. Она в МКБ 11 только еще предстоит к разработке. Но думаю, что лет через 5-6 вот эти все термины, которые вы видите, уже будут носить официальный медицинский статус, так называемую нозологическую единицу, то есть болезнь. Сейчас просто я собрал из различных источников основные виды, с которыми мы с вами будем сталкиваться. И сейчас тогда перечислю. Это и компьютерная зависимость, интернет зависимость, игровая зависимость. Здесь обращаю ваше внимание, игровая зависимость не от игр, например, на автоматах или в казино, а именно связанная с компьютерными играми, очень популярной среди молодежи и подростков. Зависимость от социальных сетей, гаджет зависимость, зависимость от технических средств, пищевая. Ну и такие, на первый взгляд, казалось бы, экзотические зависимости, как трудоголизм, шоппинг, фанатизм или даже вот такое новое понятие, как селфи-зависимость. Вот моя задача сегодня вам рассказать, что действительно это уже носит статус болезни, то есть есть причины, при которых возникают данные заболевания, они имеют свой ход развития и, что самое главное, они уже имеют клинику и последствия. Соответственно, мы как врачи уже разрабатываем и методы работы по данным направлениям. Начнем, конечно же, с цифр. Цифры я сразу же скажу, взял с официального сайта Лига Безопасного Интернета, потому что там все-таки информация проверена и я довольно-таки часто использую именно статистические данные, которые выкладывают именно ребята, которые занимаются этой проблемой уже на федеральном уровне. В 2012 году, прошу обратить ваше внимание, количество интернет-пользователей достигло больше 2 миллиардов. Сейчас эта цифра уже приближается к 3 миллиардам. И если мы с вами возьмем даже 2%, то есть это по своей природе люди, которые предрасположены к зависимости, то есть мы можем говорить уже о судьбах миллионов людей. Facebook по численности третья страна в мире после Китая и Индии с населением около миллиарда человек. Почему мы обратим на это внимание? Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что интернет, социальная сеть сейчас является очень мощным именно политическим инструментом воздействия. В частности, все, наверное, представляют и помнят, как была смоделирована так называемая Facebook-революция в Египте. У каждого пользователя соцсетей в друзьях находится в среднем около 195 человек. То есть на нашей странице вот такое огромное количество пользователей. Понятно, что вопросы с каким количеством мы действительно близко общаемся остаются открытым. Я думаю, что это не больше 10-20 человек. Соответственно, тогда почему именно такое большое количество тоже имеет свое объяснение. Ну и самый быстрорастущий сегмент пользователей социальных сетей, например, это женщины 55-65 лет. Казалось бы, вроде бы эти люди далеки от техники, но тем не менее я тоже улыбался, вот пока не купил маме ноутбук. И пока вот в течение месяца мы не стали с ней разбираться. И в течение вот двух-трих месяцев звонки были в любое время. Настрой то, настрой это. То есть я реально почувствовал, что действительно женщины любых возрастов уже стремятся выходить и устраивать свою жизнь через интернет. Актуальность проблемы. В Китае и Южной Корее борьба с нехимическими зависимостями в ходе стратегии развития здравоохранения. Вот в Южной Корее, например, 40%, я обращаю ваше внимание на эту цифру, 40% подростков уже официально признаны интернет-зависимыми. То есть представляете, какой огромный пласт молодого поколения уже полностью ушел в виртуальный мир. В США, Великобритании и Китае созданы специализированные клиники по лечению нехимических видов зависимости. В МКБ-11, я уже говорил, рассматриваются вопросы о включении данной нозологии как самостоятельного раздела. В обиход входят такие понятия, как фейсбук депрессия, смс-лонатизм, вебсерфинг, троллинг, фантомный звонок. Термины, которые уже активно ротируются и имеют прямое отношение непосредственно к технической составляющей интернет-обеспечения. Ну и самый такой факт, который мне кажется такой, как маркером, проходит то, что в марте 2015 года свою страницу в интернете открыл даже наш патриарх Кирилл. То есть если у нас церковь уже уходит в виртуальный мир, то можно прекрасно понимать, что практически вся жизнь, начиная от нашей моральной нравственной и включая духовной, уже полностью находится в виртуальном пространстве. Прежде чем говорить, на всех лекциях я предлагаю вначале все-таки определиться с терминами, потому что часто встречаясь с психологами, людьми технического обеспечения, мы часто не можем прийти к общему знаменателю по одной простой причине, что мы используем разные термины и иногда, говоря об одном и том же слове, имеем разные понятия. Все-таки что же такое зависимость? Здесь мы видим, что зависимость определяется как навязчивая потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия медицинского, психологического или социального характера. Это официальный термин, но я его, как правило, объясняю так, что зависимость – это все-таки отсутствие выбора. То есть человек, находясь в поле деятельности какого-то фактора, который действует на него как так называемый якорь зависимости, часто определяет его всю последующую жизнь и, в частности, его поступки. Лекции мы действительно прочитали уже большое количество. Я буду где-то в прямом эфире прямо задавать часто ратируемые вопросы и непосредственно уже давать на них ответ. То есть первый вопрос, который возникает и у родителей, и у многих слушателей – чем же все-таки зависимость отличается от пользования? Вот именно поэтому я и вывел термин, чтобы вы понимали, о чем речь. Зависимость – это прежде всего жизнь как бы в одном канале, жизнь по одному направлению. То есть есть какой-то эффект, агент, который полностью определяет нашу жизнь. Когда ко мне приходят родители, задают эти вопросы, говорят, помогите нам, естественно, мы начинаем с расспроса родителей, как появились предпосылки для развития зависимости. Сразу же скажу, зависимость – это процесс. Он не возникает ни сегодня, ни вчера. Он проходит определенные стадии формирования. И когда к нам приходят пациенты и говорят, что помогите к нам, и мы начинаем раскручивать всю хронологическую линию, то часто родители удивляются, как они иногда сами дали толчок родитезависимости, или когда прямо у них на глазах формировалась именно вредная привычка под каким-то названием от зависимости. Поэтому сразу же давайте определимся, зависимость – это не сиюминутное возникающее состояние. Это процесс, который проходит определенные стадии формирования. Где-то я буду проводить аналогии с химическими зависимостями, потому что они все-таки нам более понятны. Это, например, тот же алкоголизм, когда мы начинаем просто употреблять алкоголь. Это первая стадия. Потом мы переходим во вторую стадию, которая может длиться от нескольких месяцев до десятков лет, так называемая вторая стадия алкоголизма. Ну и третья стадия – это самое опасное, когда уже идут последствия. Вот когда мы говорим о нехимических видах зависимостей, вот этот промежуток, к сожалению, очень короткий. И часто зависимость может сформироваться в течение даже полугода или года. Поэтому, еще раз говорю, понятие, что такое зависимость и его осложнение надо четко представлять. Самым грозным осложнением, наверное, из всей зависимости является именно социальная дезадаптация. Вот сейчас находится на отделении мальчик, который, когда у него забрали компьютер и не разрешили ему играть, просто отказался ходить в школу. В течение четырех дней он просто лежал не вставая. Мать не могла его никак не простимулировать, не отвезти в школу. В результате вынуждена была обратиться к нам. И после работы с ним, там была и попытка побега, он все-таки попал к нам. Вот для чего я так говорю. Самым грозным осложнением у нехимических видов зависимости все-таки является именно социальная адаптация. Я специально вывел этот термин, чтобы вы увидели, что такое дезадаптация. Здесь, наверное, самым главным понятием будет то, что это неадекватная система отношений и общения с окружающими. То есть, когда человек выпадает из социума и перестает быть для него полезным, как в общении, так в работе, так и в каких-то выполнении социальных навыков. Затем это неадекватное восприятие окружающей действительности и собственного организма. Это мы часто видим у игроманов, когда они путают, что реальность и что виртуальность. Ну и, наверное, самое такое понятное людям определение – это негибкость в поведении в соответствии с ролевыми ожиданиями других. Вот когда я привел пример мальчика, то есть когда он перестал выполнять роль ученика. То есть он отказался от своей социальной роли, он ее не выполняет. Соответственно, и не выполняет по причине именно вот этой технозависимости. То есть мы уже понимаем, что зависимость четко ушла, вошла в его жизнь и нарушила его социальное функционирование. Группы риска. Дети и подростки – 78% угрожаемые по возникновению этой зависимости. Мужчины 30-35 лет – это около 32%, то есть каждый третий мужчина. Ну и женщина 45 лет и старше – это 57%. Вот обратите внимание, что это проблема не только детей и подростков. Вот мужчины 30-35 лет. Вот специально картинку, которую я вам вывел, увидели мужчину, который сидит спиной. Буквально где-то год назад большой поток семей, когда мамы приходили с детьми и просили об одном – достаньте нашего мужа из танка. Стали разбираться в ситуации и выяснилось, что достать мужа из танка – это попытаться вытащить мужа из онлайн-шутеров, так называемых танчиков. Здесь, наверное, уже понятно, что мужчина перестает выполнять социальную роль. То есть, когда мы говорим, возвращаясь к термин дезадаптации, он не выполняет роль отца, он не выполняет роль мужа. Ну и женщины даже жалуют, что перестают выполнять непосредственно свои супружеские обязанности. Вот как бы наглядный пример, как казалось бы, безвинное увлечение может полностью разрушить семью. И были примеры, когда семьи распадались конкретно из-за того, что мужья пропадают в этом виртуальном онлайн-шутере. Был и обратный пример, когда папа с мамой пришли, на приемы попросили маму достать из танчиков, мама там очень увлекалась. Когда стали опять разговаривать, в течение двух месяцев вот эта проблема была. Я говорю, почему вы не пришли раньше, а пришли именно сейчас. Папа как бы сказал, что просто надоело нам уже сидеть на фастфуде, пельмени, пиццы. Вот мы увидели, что мама реально у нас не убирает, не моет, не помогает. И вот, доктор, помогите, мы пришли с такой проблемой. Любое заболевание, собственно говоря, как и зависимость, имеют симптомы. То есть это те маркеры, по которым мы с вами можем определить, есть проблема или нет. И, соответственно, степень ее выраженности. Всегда говорю, что в зависимости есть несколько составляющих. В частности, это психологические симптомы, которые вы видите на экране, и физические. Вот осознание своей зависимости, то есть путь к извлечению, это, наверное, является самым нашим главным фактором движения вперед, чтобы понять, что у нас есть проблема, и мы должны ее решать. Вот на первый взгляд, когда мы работаем с родителями, конечно же, мы на первый план выдвигаем физические симптомы. То есть мы рассказываем, чем опасно. Это для зрения, для позвоночника, для нарушения режима питания, для нарушения режима бодрствования. Мы все это родителям объясняем. Родители, как правило, улыбаются. Но я привожу простой пример, чтобы почувствовать, насколько вы зависимы сами от какого-то технического средства, даже такой маленькой коробочки под названием телефон или смартфон, проведите простой пример. Просто оставьте телефон дома и спокойно попытайтесь идти на работу. Я думаю, что у подавляющего большинства населения спокойно сходить на работу уже не получится. Я просил своих знакомых поучаствовать в этом эксперименте. Три женщины, двое мужчин. Кот, ни одна женщина, кажется, до конца эксперимента не дожила. То есть одна не смогла выйти из дома, что без телефона никак. Две другие вышли, но в обеденный перерыв обе вернулись домой за телефоном. Потому что все мысли были сконцентрированы вокруг одной составляющей. Телефон остался дома. Кто позвонил, выйти в контакт, посмотреть на лосную ленту. Это настолько выбивало из общего ритма работы, что мешало даже выполнению каких-то поставленных задач. Вот то, что почувствовали эти женщины, это и есть так называемые симптомы ломки. То есть синдром абстиненции, отмены. Я думаю, что если вы оставите телефон дома и попробуете провести этот эксперимент, вы все эти непосредственные прелести технического прогресса почувствуете на себе. Как детского врача-психиатра, естественно, меня волнуют угрозы, которые таит интернет, технический прогресс для детей и подростков. Повторюсь еще раз. Все, что вы сейчас увидите, это не откуда-то скаченные файлы, это не откуда-то взятые страницы. Это страницы моих реальных пациентов, которые попали на психиатрическое, подчеркиваю, уже на психиатрическое отделение здесь у нас в Череповце. Начнем опять же с цифры. Дети в интернет-пространстве. 84% детей каждый день пользуются интернетом. 80% детей имеют аккаунты в социальных сетях. 10 лет – это средний возраст, с которого начинается самостоятельное пользование сетей. Вот на этом пункте я бы хотел остановиться подробно. Часто задаю родителям вопрос, и они мне такие вопросы часто задают. Нужно ли потакать или регистрировать, потакать желание, либо регистрировать своего ребенка в социальных сетях? Вопрос, в принципе, чисто технический. И если вы, я задаю вопрос, а вы сами знаете ограничения, которые выставляют сами социальные сети? Большинство родителей пожимают плечами. Так вот, сами социальные сети выставляют ограничения на регистрации у них по возрасту. Если вы войдете и посмотрите Facebook – это 13 лет, ВКонтакте – это 14 лет, LinkedIn – 16 лет, WhatsApp – у нас 18 лет. Естественно, я задаю вопрос, если вот сами сети выставляют вот это ограничение, они не рекомендуют вам ребенка регистрировать до этого возраста у себя социальные сети, то кто несет ответственность, когда своего ребенка там регистрируется? Родители сразу же говорят, регистрируем не мы, регистрируют, они сами регистрируются. Вопрос тут же к родителям. На регистрацию что используется? Используется сим-карта. Сим-карта на кого зарегистрируется? зарегистрировано, зарегистрировано на вас. Соответственно, по большому счету, вы, из вашего молчаливого согласия, сами регистрируйте своего ребенка в сети. 75% детей считают себя уверенными пользователями. 70% самостоятельно научились пользоваться интернетом. И 49% детей предпочитают сами справляться с негативными ситуациями в интернете. Каждый пятый ребенок подвергается виртуальному террору в сети. Теперь внимание, вот шестой пункт, обратите особое внимание на данное заключение. 80% людей, а у подростков этот процент на порядок больше, доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем мнению реальных товарищей. То есть, если что-то с вашим ребенком произойдет, он попытается решить проблему либо сам, либо вам элементарно о ней не расскажет, либо попытается найти ответ среди тех 195 друзей, в которых он зарегистрировал. Ну и здесь еще я внизу седьмой пункт не буду озвучивать. Посмотрите сами, сколько в процентном соотношении по времени проводят дети в социальных сетях. Думаю, что вы прекрасно помните, когда 3-4 года назад и на телевидении, и в интернете шел поток самоубийств подростковых. Вот когда мы стали разбирать большинство случаев, вот большинство самоубийств были совершены под влиянием импульса. Пропаганда самоубийств доходила просто иногда до таких размеров, что просто волосы вставали дыбом. Сейчас я хочу оговориться, все, что вы увидите, этот контент, те вот страницы, которые вы увидите, они взяты мною в декабре прошлого года. То есть это тогда, когда уже общество признало эту проблему и интернет, в частности, на эту тему стал активно контролироваться государством. Так вот, на 10 тысяч подростков в возрасте от 15 до 19 лет приходится почти 20 случаев суицита. Это в России здесь у нас, что превышает мировой уровень в 2,7 раза. Обратите внимание, все-таки, как моделируются вот эти сайты. Какие названия у них? Зал самоубийц, мысли самоубийц, клуб потенциальных самоубийц, предсмертная записка самоубийцы. То есть вы увидите, что вроде все романтично, все красиво. Подбираются грамотно мотиваторы, да, не строить иллюзии, что кто-то одиночка строит эти сайты. Нет, над этими сайтами работают огромное количество психологов, задача которых сделать максимально привлекательными для аудитории данные сайты. Вот предсмертная записка самоубийц там была, как обвинить родителей, как обвинить учителя, способы самоубийства. Самоубийства в прямом эфире. Вот раньше просто невозможно было заходить, и когда, собственно говоря, с этой проблемой мы стали изучать социальные сети, ну, волосы, конечно, вставали дыбом. Вот конкретная страница 14-летней девочки, которая попала к нам при попытке самоубийства. Вся информация взята с ее страницы. Аватарка, которую вы видите в мрачных тонах, все достала. Это ее мотиваторы, который вы видите, все в мрачном свете, пустота. И вот такое сообщение я вот нашел у нее на странице. 27-го, 11-го, 14-го свершилось, мы нашли этот день. В четверг будет происходить суицид-сходка в Московском мате-кафе. То есть настолько уже, не стесняясь, пишут о чем угодно, то, что касается этой темы, что, в принципе, здесь контроль, контроль, и еще раз контроль. С девочкой мы с этой работали, там были проблемы в семье, и все-таки нам удалось сейчас ее страницу, поверьте мне, выглядеть абсолютно по-другому. Большая проблема, с которой мы сталкиваемся, но большинство из нас почему-то не считают ее, относящейся именно к проблемам зависимости. Вот это нервная анорексия. Помните, я говорил вам, что в аддиктологии выделяют огромную промежуточную группу промежуточных зависимостей, которые связаны с едой. Вот сейчас современная мода, к сожалению, гламур диктует. Вот такие стандарты, девочки, которые вы увидите. Это вот страница, еще раз говорю, девочки, которую я выписал, но буквально неделю назад она поступила ко мне с весом 28 килограмм. То есть она не зашла, ее родители практически ко мне на отделение принесли, и в течение недели мы ее даже не могли накормить, даже не могли попасть в вену, настолько тяжелом состоянии она находилась. И вот она сейчас ушла с весом 41 килограмм, но говорю, что она к нам попадает уже второй раз. Я думаю, что это будет не последний. Вот в чем опасность интернета? Вот обратите внимание, специально вынес в заголовок нервная анорексия – это психическое заболевание, расстройство пищевого поведения, при котором наблюдается патологическое желание сбросить вес и панический страх ожирения. Подчеркну, это психическое заболевание. Но смотрите, как называются группы. Клуб анорексичек, нашрай анорексия, путь к анорексии, анорексия сити худеем весело. Вот понятия тяжелого расстройства уже не существует. Это весело и занимательно, это надо доказать себе и украшающим. Это уже никакого негативного оттенка, даже обзывания анорексичка не несет. Клуб, сайт, там сотни тысяч пользователей. То есть все, что вы видите, можете изойти, это действующие группы, типичные анорексички, посмотреть все эти мотиваторы. Вот фотография, которую вы видите, в частности, это не фотографии девочки этой. Вот под этой фотографией у нее была подпись богиня, но есть к чему стремиться. Еще раз говорю, размыто абсолютно понятие тяжелого психиатрического термина, и оно выведено на бытовой уровень, уже не цепляет и не привлекает. Мои коллеги пытаются бороться с различными методами. Вот такая выставка, я лично ее посетил, в Питере была. Здесь вот собрали истории девочек, которые побороли свою болезнь, попросили написать, нарисовать. Казалось бы, вроде, да, интересна тема, интересный посыл, но обратите внимание, опять же, произошла романтизация в обществе. Хрустальные девочки, девочки-бабочки. То есть, с одной стороны, вроде, действительно хорошая мысль, но с другой стороны, вот, конкретного, как бы, эффекта, она все-таки, по моему мнению, не имела. И в разных странах анорексия страдает каждая вторая девушка из 100, в возрасте от 12 до 24 лет. Если раньше для меня, скажу сразу же, это заболевание было экзотикой, за 15-летнюю практику у меня до этого было где-то, ну, 2-3 пациента с этим расстройством, то за последние полгода уже 5 девочек, по крайней мере, прошли через наш психодиспансер. То есть, вы видите сам ту опасность, которую представляет данная расстройство, на первый взгляд, не имеющая никакого отношения, вроде бы, к зависимости. Хочу предупредить также, что если увидите, что ваш ребенок начинает худеть, неадекватно сбрасывая большие веса, вы заходите в интернет, вроде все в порядке, скажу сразу, что такие девочки часто заводят так называемые золотые эталоны страниц, где они чистые и пушистые. Вот это ее настоящая страница. Спасибо. То есть, вы видите, что, естественно, при похудении стреляет эмоциональная сфера, естественно, это и расстройство поведения, и эмоции, и отказ посещать школу, и какие-то нерегулируемые перепады настроения, потом апатия, то есть, все это отражается, опять же, на социальной странице ребенка. Это все можно увидеть. Хотя, вроде бы, золотая эталонная страница, чистенькая и аккуратненькая. Долго думал, включать или нет данный вид расстройства, под названием салфит, по определению американских психологов. Но вот конкретно в Вологде, здесь у нас 24 сентября, погиб подросток, пытаясь сделать экстремальное селфи на крыше высотки. Это уже не единичный случай, это уже поток смертей. В различных источниках от 100 до 500 смертей уже произошло конкретно трагических случаев при попытке сделать экстремальное селфи. Мы уже на эту тему общались с нашими корреспондентами, пытались разобраться. запись этого разговора есть. Обращу ваше внимание, что проблема действительно вышла на государственный уровень, потому что даже министерство МВД, если вы увидите, выпустило специальную пометку по безопасному селфи. То есть это уже проблема признана на государственном уровне. Я думаю, что она дальше будет иметь проблему для непосредственного контроля и разрешения. Никаких картинок здесь нет, сразу же скажу. Это проблема так называемого троллинга или гипербуллинга. Это проблема травли подростков и детей в интернете. С проблемой мы с этой сталкиваемся очень часто. Такие дети есть, они приходят. Часто поводом для интернет-травли является просто скука детей, которые просто выбирают какую-то жертву и начинают ее целенаправленно травить. Вот, например, как может измениться термин? Вот happy sleeping – это увлечение, которое началось в Америке. Оно называлось счастливое избиение, что вроде бы избивали в шутку перед камерами, выкладывали в YouTube и потом смотрели, сколько это наберет лайков и какую вызовет реакцию. Естественно, рано или поздно кто-то догадался избивать в натурале, то есть перед камерой. И мы помним с вами, что ни одна передача даже уже на первом канале Малахова была посвящена конкретно теме, когда подростки издевались, избивали в прямом эфире своих друзей, даже детей-инвалидов, и все это выкладывали. Соответственно, когда пытались решить проблему, продолжалась травля и в интернете, и в сети. И мы говорим о том, что… Я почему вывез на заголовок то, что сейчас за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность. Родители, которые часто мне говорят, что мы же не можем все контролировать, я напоминаю, что до 14 лет административную ответственность за все, что совершают ваши дети, несете непосредственно вы. Поэтому мониторинг, отсмотр, контроль все-таки даже деятельности вашего ребенка в интернете все-таки должно ложиться непосредственно на вас. Подробно не буду останавливаться. Проблема педофилии сейчас открыто обсуждается. Государство включилось в эту тему. И группы созданы «Поймай педофила», и ребята из Лиги безопасного интернета, из медиагвардии работают, выявляют это из сайта, закрывают. Скажу, к счастью, мне не приходило здесь шереповцы сталкиваться с жертвами педофилов. Но в Вологодской области такие случаи были. Я даже скорее сталкиваюсь с обратной стороной этого явления, с так называемой виртуальной проституцией. То есть чаще подростки из неблагополучных сетей занимаются виртуальным сексом по скайпу, соответственно, тут же получают деньги на тот же интернет-кошелек. И понятно, что и девочки из неблагополучной семьи за час приват общения, заработать 5 тысяч, перспектива довольно-таки заманчивая. Здесь тоже над этой темой работают у нас. Здесь, в Вологодской области, активную работу ведет и Ольга Александровна Смирнова, полномоченная по правам. Несколько случаев уже разобрано. Вот сегодня в гибердружении прочитал, что череповчанин высылал свои непристойные фотографии 11-летней девочки. То есть наши соотечественники в кавычках, конечно, отличаются уже и на каком-то более высоком уровне, чем даже просто городской или областной. Распространение спайсов. Тема такая же. Вот сто раз говорил, как для врача, для меня не существует ни легкой, ни тяжелой, ни веселой, ни синтетической наркомании. Наркотик есть наркотик. Обратите внимание, как опять весело у нас агитируются дети. Веселые картинки, аниме. То есть все делается на то, чтобы максимально размыть границы вот этого тяжелого расстройства. Отравление наших детей в череповце два месяца назад наглядно продемонстрировали, что тема эта есть. Дети, которые у меня лежат на отделении, буквально пошагово расписывают инструкцию, как купить спайсы, как делаются закладки, где это все делается, называются. То есть здесь, конечно, работа огромная. И не только нас, медиков, не только общественности, но и, прежде всего, конечно, правоохранительных органов. Когда объявляется акция, давайте закрасим всем телефоны на домах наркодилеров, ну, по крайней мере, это вызывает, по крайней мере, недоумение. Все, наверное, теперь представляют, о чем речь. В Челябинске, в городе Мясе, по-моему, произошла трагедия, когда ребенок из, в принципе, внешней благополучной семьи, увлекаясь виртуальными онлайн-шутерами, стрелялками, когда родители пытались его ограничить, совершил убийство матери и тяжело ранил родителей. Случай подобный. У нас был два года в Череповце. Мать, когда пыталась отобрать у ребенка компьютер, ребенок нанес два ножевых удара своей матери. Поразило, мы разбрали этот случай, ребенок был не на отделении, поразила, конечно, реакция, прежде всего, матери. То есть, если ребенка мы все-таки как-то обработали, ему шили мы мысль, что это все-таки нехорошо, хотя он сначала даже не понимал, зачем он здесь. Потом, конечно, были слезы, раскаяние. Мать абсолютно не поняла, что произошло, и даже забрало ребенка, не доведя курс лечения до конца. Здесь я вам представил наиболее опасные именно в этом плане игры, которые официально запрещены во всех странах Евросоюза и Америки. Вот Манхун-2 – это игра, в которую играл наш русский Бревик Виноградов, прежде чем расстрелять офис. Может, информацию пытаюсь уточнить, но, по-моему, на настоящий момент законодательно никакие игры в России не запрещены. То есть вот прекрасно, законодательно выставлены, опять же, ограничения по играм, но законодательно вот эти жестогие игры онлайн, шутеры не запрещены. То есть вот, пожалуйста, прекрасная законотворческая инициатива, которую можно продвигать. То есть запретить вот эти агрессивные игры. Часто виновниками становятся даже бабушки и дедушки. Вот недавно был случай, когда ребенка отправили на три месяца летних бабушки, вернулся абсолютно другой человек, мать его не узнала. Он убедил бабушку, что это простая игра, здесь ничего делать не надо, только бегать и стрелять. И бабушка покупала ему одну из агрессивных игр и в течение трех месяцев подсадила в буквальном смысле не сама того не желая ребенка вот на эту игру. То есть долго реабилитировали, но, слава богу, вроде проблема решилась. Естественно, часто это ведет и к расстрелам, вот синдром школьных расстрелов. Вот я скажу, что в США, например, эта проблема уже не носит какого-то массы, такого шокирующего характера. И как нам сказали коллеги, если он не успел клинуть, Аллах Акбар, то есть не носит какой-то политический, она даже не входит в топовую новость. Не надо строить иллюзии, что у нас такого нету и не будет. Просто пока оружие официально у нас не разрешено, поэтому и нету этих массовых расстрелов. Но в случае проносов ножей, нанесения побоев и учителям-охранников на территории Российской Федерации уже существует. Это все-таки мошенничество в сети. Вот я обращу внимание, что четверо из пяти грабителей в Великобритании используют для подготовки ограбления социальной сети. То есть мы сами с вами выкладываем фотографии, сами выкладываем наши машины, наши украшения, наши праздники. Это является прекрасной наводкой для наших грабителей. А еще когда сами пишем, что я в раю на две недели в Таиланде, то есть это просто красная табличка, как говорится, дорожка ковровая к вашу квартиру. Я не буду здесь подробно останавливаться. Здесь все-таки больше вопрос технический. Ребята, которые больше работают именно по техническим частям, больше скажут об этом. 24 слайд. Я расскажу, что как, например, точно так же разводят детей. Это так называемая лжеблаготворительность. То есть картинки таких котят, картинки собак инвалидов. На них вроде бы собираются деньги. Сайт набирает определенное количество денег, потом просто она все исчезает. И дети несут там по 20, по 30, по 50 рублей. То есть вот таким образом они как бы тоже являются жертвами обмана. Это вербовка в террористические организации, в частности в ИГИЛ. До нас, до Пологодской области это пока не докатилось, но опять же из-за географического принципа. Хотя случай был. Наш подросток из Вытигры сбежал воевать в Донецкую область на Украине. И когда его поймали подростком, он долго не мог понять, к чему, почему его пытаются вернуть обратно. Он ехал же воевать за правое дело. А то, что там 15-летний подросток ехал убивать, то это уже как бы отходило на второй план. 80% вербовки в террористические организации проходит через интернет-пространство. Проблемой уже занимается и государство, и знаю, что в Дагестане и в Чечне созданы специальные комитеты, которые мониторят эту проблему. Думаю, что все-таки в информационной войне, которую ведутся на террористы, нам надо выходить однозначно на более широкий уровень и кодирующие позиции. Тоталитарная секта. Это вот инструкция из интернета. Она на 18 листах. Вот я ее скачал, обработал. Вот, пожалуйста. Четыре этапа, как завлечь наших граждан, подростков, детей в тоталитарные секты. Может вызовет улыбку, но последний пример – бог Кузя. Абсолютно аморальный тип, который зарабатывал миллионы в течение месяца. Он даже их потратит ему, когда его взяли, все деньги валялись просто у него в квартире. Итак, прежде всего, как же все-таки можно вычислить вас и ваших детей через социальные сети. Это так называемые аватары. Вот это, наверное, самая важная часть, составляющая, которая, как для меня, для психиатра интересна. Вот справа вы видите страницу девочки на фоне лица «Волк». Это девочка, которая была доставлена из революционного центра Ростка, которая бородяжничала несколько месяцев. Ушла из-за конфликта с отчимом. И вот такая социальная аватарка у нее была. Обратите внимание, как интернет опять извратил понятие. Волк – это одно из самых социализированных животных, казалось бы. И когда стаи выдавливают волка, он, в принципе, обречен на смерть. Но у нас опять волк – это герой-одиночка. Волк – это у нас весело. Волк – это противостояние системы. И вот такой образ, казалось бы, негативный опять у нас становится положительным и интересным. Вот это обратите внимание у девочек. У мальчиков я дальше продемонстрирую. Девочки часто пишут сопровождение. У собак лишь один недостаток, они верят людям. Вот слайд справа. Пантера. Ну, психологи меня поймут, любители психоанализа, что на самом деле это не агрессивная даже аватарка. Это аватарка защитного типа. То есть пантера упала, распласталась. С девочкой мы разговаривали, почему это. Она сказала, ну, травилась классом. Она не принималась классом, не дали бойкот. Ну, она была легко вывести ее из себя. И она выдавала эффективные вспышки, которые служили такой своеобразной травлей. Вот я якобы такая разъявленная пантера, вот чтобы меня все боялись. А вот если мы с вами еще раз посмотрим, то это аватарка абсолютно защитного типа. Ну, еще раз про девочек. Вот такие мотиваторы. Вот справа, да, я так хочу тебя увидеть, обнять, взглянуть. Понятно, что завязать разговор с такой девочкой, с таким подростком, преступнику, а еще раз повторюсь, преступники, многие очень хорошие психологи, это дело просто двух-трех смс. При условии, что мы сами выкладываем, где ребенок учится, его адрес, на какие кружки он ходит, во сколько у него заканчивается урок. То есть мы даем информацию преступнику, которому, в принципе, достаточно по вот таким аватаркам вычислить проблемного или депрессивного ребенка и, в принципе, вовлечь его в какие-то противоправленные действия. Это, как правило, тоже нужно обращать внимание, когда ваши подростки или дети становятся участниками и начинают интересоваться какими-то антикультурами. Это у нас в своем время эмо, готы. То есть это как в форме сначала пассивного протеста уходит, потом все-таки это переходит в активный протест. И, наверное, года три назад у меня на отделении, когда было зайти, так одна палата готов, напротив них палата эмо. Все в розовом и черном цвете, все отделение у меня было. То есть, соответственно, используются вот такие мотиваторы, используются выражения известных рок-музыкантов, каких-то политиков, спорных личностей по типу Ницше. Вот тоже обращайте на это внимание. Аватара мальчик. К сожалению, плохо видно, но думаю, что вы рассмотрите. Опять же, чем больше оружия, чем больше агрессии, чем больше зубов, тем больше способ все-таки самозащиты у ребенка. Еще раз повторюсь, это не агрессивные аватарки, как могут показаться на первый взгляд. Это все-таки аватарки защитного типа. Я не боюсь ни в чем признаться, я боюсь, что мои признания никому не нужны. Тоже интересный феномен, когда, казалось бы, интернет, он тем интересен, что он анонимен. Когда на эту маску еще надевается она маска. Вот фотография ребенка с виндеттой из фильма, вот тут тоже была проблема, когда родился второй ребенок. Конфликт пошел в семье, ребенок не мог адекватно воспринять, воспринял как конкурента, и вот в результате конфликты даже привели ко мне на отделение. Справа вот это чудовище, да, и подпись ему. Если бы кто знал, что творится у меня на душе, на меня бы смотрели другими глазами. Вот за этой аватаркой прячется простой лопоухий, рыжий мальчишка-конопатый, который также травился всем классом. На левой аватарке, опять же, образ волка, да, о фанатизме. Вот когда я говорил о вербовке, мы все-таки проговаривали термин фанатизм. Для меня он больше уже носит понятие медицинское. Фанатизм – это крайняя степень убеждения, которая не поддается корректировке. Вот это аватарка социального подростка, я думаю, такой есть в школе в любой. 14 лет он поступил, естественно, мы оформляли ему индивидуальное обучение, потому что он в классе не мог удерживаться, там драки, конфликты регулярные. Вот на вопрос аватарки, что вот он… Он причислял себя к футбольным ультрас. На вопрос, почему он поставил это, а не фотографию там Криштиана Рональда, Месси или Клуба, он сказал, зачем? Вот я хочу быть в стае, я хочу иметь свою стау, я вот хочу рвать и вот конкретно руководить, быть вожаком, волком таким, который вот будет наводить страх. Опять же, сформировать, выцепить этого ребенка из сети очень легко, сформировать ложное увлечение и сделать из него какое-то пучечное мясо, но это дело, опять же, профессионалов, ну это месяц максимум. Позвонить, связаться, вывести на нужное тематическое собрание, и вот вам уже готовый ультрасбоевик готов. Я вам напомню, что большинство социальных катаклизмов, революции начинаются именно с протеста или непорядков на спортивных каких-то мероприятиях. Орфографию я сохранил, кто мою маму обидит, леса в багажник увидит. Ребенок из коллекционной школы восьмого вида с легкой умственной отсталостью, мама занимала низкий социальный статус, там была уборщицей, соответственно, травился всей школой, вступил в драку, нанес несколько увечий, довольно-таки тяжелых, в результате его обидчики, где-то остались на свободе, он вынужден был проходить лечение абсолютно здесь у меня. Это так называемые слайды для игроманов. Обратите внимание, у них, как правило, вообще не существует фотографий, не существует каких-то собственных. Вот все подчинено игре. Смешные какие-то юмор, списки игр, сплошные скриншоты, с игр я там одержал победу там, я прошел тот уровень. То есть, если у вашего ребенка вместо социальной сети идет четко какое-то прослеживание его побед в компьютерных играх, то здесь уже можно говорить о все-таки картинках игроманов. Вот еще раз я пытаюсь обратить ваше внимание, все, что вы сегодня увидели, вот еще раз цифры почитайте. Я думаю, что для вас они сейчас открылись в абсолютно другом свете, что 84% каждый в интернете, 80% имеют аккаунты, 200 друзей у каждого, а то и больше, непонятно, кто из этих друзей. И обратите внимание еще раз, половина детей к вам не обратятся за помощью, если возникнет проблема. Они будут пытаться решить ее самостоятельно. Ну, соответственно, задав вопрос, мы должны обозначить решение проблемы непосредственно. Я не буду сейчас вследствие того, что времени мало, останавливаться конкретно на каждой зависимости. Мы остановимся на общих принципах все-таки лечения зависимости. Вот вопрос, как, соответственно, и отвечает нам. Контроль, альтернатива и культура. Вот как бы вы ни говорили, контроль он должен быть. Когда мне говорят, что вот это личное пространство вторжения, я еще раз говорю, до 14 лет мы прекрасно с вами помним, кто не считает ответственностью. Да, личное пространство оно должно быть. Но это пространство все-таки должно отсматриваться и контролироваться. Даже в целях безопасности ребенка. Все-таки, если какая-то негативная проблема появляется, с ней нужно работать. И чем раньше мы начнем работать, тем больше будет результат. Эмоциональный контроль, то есть элементарно отслеживайте, чем и какие эмоции испытывает ваш ребенок за компьютером. Понятно, что это легко проследить, когда он в результате неудачной игры ломает компьютер или бьет клавиатуру. Здесь все понятно. Когда ребенок, вы видите, он заходит, он закрывается, он замкнутый. Он становится вдруг, опять же, слушает какую-то непонятную музыку. Обратите внимание, зайдите, посмотрите на остальницу. Очень большая проблема родителей, особенно, которые активно выступают за вот такую свободу. Я задаю один вопрос. А вы сами-то есть в друзьях у своих детей? И часто вот такие родители как раз в друзьях они оказываются. Казалось бы, вроде бы, небольшая проблема, но что скрывать ребенку 8-9 лет от своего папы и мамы? Почему он их исключает из друзей? То есть это надо разбираться. Временной контроль однозначно должен быть. Технически, еще раз повторю, масса. Когда рассказывают, что 9-летний ребенок обыгрывает меня, там взломают все системы, но сходите, все операторы сейчас дают и ведущие, и защиту контента, интернет безопасный, и фильтрация контента. Все это есть. Это тема, конечно, большой отдельной лекции. Я думаю, что, наверное, на данном этапе она очень актуальна. Мы свяжемся, в частности, с рязанским общественником, с Владимировым. Вот он конкретно, бывший подполковник отдела КА. Вот он сейчас работает в этом направлении. Очень интересные наработки. Альтернатива. Но вот ничего другого не придумайте. Вот есть интерес у него в компьютере, значит, все-таки его можно заинтересовать. Я всегда говорил, что улица – это тоже своеобразный клуб по интересам. Если вашего ребенка можно заинтересовать, значит, нужно искать. Это занимает много времени. Это иногда нужно попробовать несколько вариантов. По себе знаю, что там и в спорт пытались отдавать, а потом отдали в авиамодельный кружок, и все, ребенок занят. Не лезет в интернет, не лезет в компьютер. Он лучше пилит, конечно, грязью побольше, но тем не менее это лучше, чем он где-то там в углу будет сидеть. Спорт, искусство, занятия по интересам, учеба, живое общение. Спектр огромный. И здесь, еще раз говорю, должно появиться увлечение, которое пелено правит русло, энергию и внимание вашего ребенка. Ну и культура, свод правил поведения, общения с техническими средствами. Мы должны понимать, что противостоять прогрессу мы не собираемся. Есть культура питания, есть культура вождения, есть культура употребления алкоголя. Наша задача у наших детей сформировать именно свод правил поведения с раннего детства. Когда я выхожу с приема, и у меня 15 детей сидят, и там 10 из них сидят в интернете или в планшете, потому что родителям неохота заниматься, им легче вот сунуть эти вот технические гаджеты, и, кажется, сидеть думать о своем, то здесь, конечно, вопросы к родителям. Ну и подчеркну еще, обязателен для всех членов семьи и родственников. Часто, я уже приведу пример, бабушки именно влезают в воспитание, пытаются каким-то образом поощрить ребенка, часто не понимая, что иногда дают просто мину замедленного действия. Вот, в принципе, для этого мы и существуем. Группа общественных людей, которые неравнодушны к этой проблеме. Это наш сайт, где вы можете зайти, задать нам вопросы, посмотреть разработки. Мы выкладываем там, естественно, интересную информацию, которую проверяем полностью, сотрудничаем с многими ребятами интересными, которые тоже преследуют ту же цель, как и мы. То есть, обязательно сделать интернет и технику максимально полезной для нас и вывести какой-то негативный контент. В принципе, у меня все. Здесь поступило несколько вопросов. Я сейчас на них тогда отвечу. Старовирова Ольга. Я был на вашей лекции. Сейчас ограничиваем время ребенка в смартфоне. Он играет только, когда увлечен играми питомцев. Это, видно, какая-то новая игра Тома Анжела, которых надо кормить. В случае наказания, лишения игр воспринимает адекватно. Однако я хочу узнать, как найти замену этим играм в реальности. У него есть хомяки, но это не помогает. Нравится собирать баллы и монета повышать уровень. Ну, может, у него хватает жизни, достижений или успеха, или еще чего-то. Что можете посоветовать? Ну, во-первых, Ольга, молодцы, что прислушались к нашим советам. То, что вы сейчас 8 лет уже четко отслеживаете время нахождения ребенка в интернете. Но здесь не надо забывать, что все-таки это ребенок. Какие-то технические игры не должны присутствовать. Самое главное все-таки содержание. Если вашему ребенку действительно нужно достижение или успех, опять же, альтернатив много, спорт, культура, искусство. Найдите, что все-таки лучше у него получается, что приносит ему удовольствие, в чем он заинтересован. И я думаю, что у вас все будет хорошо. И Левченко Светлана, можно ли к вам записаться на прием по вопросу компьютерной зависимости? Вот вопрос, он четко вскрывает проблему. Пока нет официального статуса болезни, приходится работать только на общественных началах. Если к нам обращаются или через наш сайт, или через непосредственное обращение, мы стараемся все-таки людям не отказывать и максимально их консультировать. Другое дело, что на какую-то более серьезную работу пока у нас не хватает ни ресурсов, ни сил, ни официальных разрешений. Поэтому приходится пока работать на общественных началах. Но в Череповце у нас подвижки есть. Этой темой интересуются и наша администрация, и мэрия. Есть и рабочая группа и в Молодой гвардии, и в Единой России. И сейчас мы реализуем грант уже на уровне правительства Логоцкого области. В частности, тот цай, который вы видите, уже нами запущен при получении этих средств. Поэтому обращайтесь, если будет у нас действительно возможность, мы, конечно, вам поможем. Большое спасибо за внимание. Было приятно пообщаться.